Дальше идем. Вашингтон играет с Гарлемом. Вашингтон – прошлогодняя команда, у которой очень серьезные проблемы были на старте. Не могу сказать, что это прямо перестройка, но очень много людей не приезжало, и много новых появилось в команде. Плюс есть еще игроки из прошлого состава. Глоб Троттерс – это спортшкольники. Их я видел. Неплохие ребята. Я как-то на прошлом туре оставался и смотрел игры. И вот они играли против кого-то. Я такой смотрю, молодежь. Думаю, сейчас будут устроить беготню. Бей-беги с пятой секунды. И приятно удивлен был, когда они начали входить, скидывать, раскидывать. То есть с пониманием игры. Хоть они и видно, что фанятся, но фанятся они, скажем так, с пониманием дела. В общем, приятно смотреть. И здесь мне кажется, что они больше подходят на роль фаворита. Да, да, я согласен с этим. Они не выиграли в матче первого круга. Правда, это давно было, и ваш у нас стал сильнее с тех пор. Ну вот, конечно, потеря для них – то, что не будет у Сатова. То есть была информация о том, что у Сатова запретили играть. Да, вон там в тринте. Ну, они там все из МБА, да, они там все оттуда. Но, в общем, у Сатова запретили играть, и, конечно, тяжело распределить очки, когда там человек почти тридцатку накидывал. Так что так просто его будет не подменить, это потеря, и у них уйдет какое-то время, там, несколько матчей, как минимум, чтобы перестроить игру и переиспределить. Для молодежи сложно будет распределить вот перехваты, блокшоты и подборы, а очки-то они распределят. То есть сложнее будет с другими аспектами, не с очками. Да. И там ребята, в принципе, все умелые, все технически подготовленные. Просто отдадут. Там плюс одному, два броска, другую, и все. Да, но не все могут как пацатов поливать. Насчет перехватов, да, Егор там три перехвата за игру. Хорошо читает игру, быстрый парень. Ну, ладно, про Егора, ладно. Насчет остальных лидеров, Филатов выдал очень хороший декабрь и ноябрь. У него там, мне кажется, статистику уровень 20 очков за игру за последние месяцы полтора. Он как раз очень много наливает, и вот будет, наверное, прямая замена в плане шутинга. Остальные игроки, мне тут сложно судить, потому что кого-то я знал по прошлому году, они там у нас играли в разных молодых командах. Остальные игроки новые, я в кампусе в этом году не бываю, но, кстати, я буду в эту субботу. Так что посмотрю, успею, закрою, вот с кампусом. Можете видать, супер. Да, это хорошо. Конечно, конечно. Вот, поэтому интересно будет посмотреть за тем же Гарлемом, что из себя представляет команда, потому что, с одной стороны, прикольно, когда есть молодые, и это не команда каких-то роботов-убийц, как Джамбол, которые там просто выполняют эйрские функции, гоняют прессинг там все время, не знаю. Ну, короче, это у них хотя бы жизнь чувствуется, да, то есть у них есть хоть какая-то там... Они пока еще получают удовольствие. Да, они пока еще получают удовольствие, вот, поэтому интересно будет посмотреть. Ну, а Вашингтон, да, у Вашингтона, конечно, были серьезные проблемы на старте сезона. Сейчас чуть дела получше, то есть мы видели много команд в этой конференции, около три победы, у них четыре, на одну больше. И у них, в принципе, есть косяк игроков с прошлого года, есть новые игроки. По-моему, Рябова не было в том году, он появился, Вашингтон был, у Стреплюка не было, и у Стреплюка очень хорошие цифры. Но мне это сложно судить, как играет сейчас эта команда, опять же, к тому, что я в кампусе не бываю. Конечно, они вряд ли тянут на саду средника, но иногда они цепляются. С тем же Дэвидсом они зацепились, они даже вели по ходу матча у Дэвидсом. Вот, выиграли у Атланты. Ну, короче, свои матчи Вашингтон может забрать, но, наверное, Глоб Троттерс это не тот случай. Скорее всего, да, потому что Вашингтон, мне кажется, они еще... Там есть возрастные игроки, есть девушка. Анна Синякина, да. Она даже была капитаном команды, в этом году мы не знаем, может, она даже и в этом году капитаном команды отвечает за организацию. Больших у них нет. Это, наверное, Макс говорит про Глоб Троттерс, то, что у Глоб Троттерс больших нет. Макс очень сопереживает тоже этим ребятам. Усатов за Дюбл Эмба играет. Ну, раньше в тринте бегал, вот, поэтому для меня он Тритовский. Ну, пускай будет Дюбл Эмба, да, окей. Дюбл Эмба, неплохо. А у Вашингтона есть большие? У Вашингтона, кстати, есть большие, да. Правда, я не уверен, что они доезжают и как они хорошо используют. Я просто помню, прошлогодний Вашингтон, у них там заявки было очень много больших, но при этом они не всегда в краски играли. Так что тут, как они еще будут правильно использовать своих больших. Но я не думаю, что все равно у Глоб Троттерс какие-то проблемы возникнут. Все равно они должны забирать.